Вот Александр Жигалкин, это ведь режиссер со вкусом богатым. Вот его шесть кадров, Ворониная. Ведь у него нет ни одного неверного решения по актерам. Он не ошибается в актерах. И он не ошибся в вас. Вы смотрите, какое дело. Вы сыграли Карину из Сочи. Да, сочинскую армяночку, да. А ведь более миллиона армян живет в России. Вот тоже интересно, почему так получилось. И театры в Армении есть. А вот он именно вас выбрал. Он из миллиона армян выбрал на роль симпатичной, красивой армянки Осетинкова. Почему? Как это получилось, да? Ну как так получилось? Во-первых, сейчас совершенно случайно, я даже не знала, что попаду в Ворониные. Меня пригласили на кастинг в сериал «Молодожены» на главную роль. После этих проб, через три дня, у меня был такой звоночек, когда позвонил кастинг-директор, и она просто сказала, вот, здравствуйте, есть такой сериал, значит, оплата такая-то, значит, будет серия столько-то съемочных дней. Готовы ли вы, потому что мы вас утверждаем, съемочный день будет такого-то. То есть я не пробовалась, я не пробовалась на эту роль. То есть меня они уже увидели именно в другом, в других пробах, вот, и, наверное, утвердили вот так вот. Сразу же разглядели. Да, поэтому, приехав туда, я уже, выучив свою роль, совершенно точно знала, что и как будет. Единственное, что вот, о чем меня предупредили, режиссер сказал, что, Зарин, ты должна говорить на армянском языке так хорошо, вот, ну, как будто ты армянка. Я говорю, да это же невозможно, если я не говорила никогда. У них особенный язык, там есть такие звуки, которые, вот, ну, не сразу их уловишь. Мелодика определённо этого языка, да. Протяженная «Р», красавица. Да, 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 совершенно точно. Поэтому я очень запереживала, но в этом мне помогли, вот, в этом мне помогли, и я достаточно хорошо говорила на армянском языке, до сих пор помню свои фразы, и даже могу и сейчас. В фильме, да. Да, и сейчас могу их проговорить, вот. Вот, проговорила, и потом, когда уже сериал начал набирать обороты, и повторяли очень часто эти серии, они как-то вот были или популярны, им всем понравилось, со всех сторон начали мне писать. Костюм директора начали мне узнавать, писали там, что вот есть другие, значит, какие-то пробы. Я не думала, что вот такая малюсенькая какая-то роль, что так ярко я там, ну, как, ну, покажу, что я так буду запоминаться людям, да. А что самое интересное, что самое интересное, да, перед этим был сериал «Универ», где сыграла Алину, там, девочка со срушившимися бровями, с Гошей я играла вместе. И после того, как показали этот сериал, эту серию, я выходила в театральную школу к своим деткам, иду, значит, к себе на урок, и запуталась в дороге, думаю, как-то я что-то куда-то не туда. И там вот идут, значит, парочка, парень с девушкой, с ребёночком, я говорю, извините, пожалуйста, вы не подскажете улицу декабриста? Они так на меня посмотрели, вот так на свою жену, и говорят, это же, это же, это же Алина! Алина с «Универа» вчера показывали! Она такая, о, точно, это вы? И я так обалдела, думаю, вот это да. Я говорю, ну да, это я. А что-то меня зовут за Алина. Это я. Вот так вот начали как-то меня узнавать, для меня было удивительно. Потом я приехала в Беслан, показывали Воронину, и вот я еду во Владикавказ в Беслан, а стою на остановке. Думаю, да когда же, наконец-таки, у нас будет нормальный транспорт, злюсь, думаю, когда же приедет хоть такси что-нибудь, и жду, жду, жду. Подходит девушка такая, я на вас полчаса смотрю. Я говорю, это вы, Карина из Воронины? Я говорю, да. А что вы здесь делаете? Я говорю, я здесь живу. Вы что, осетинка? Там столько восхищения. Сразу же какой-то таксист подъехал, или он слышал, я не знаю, он подъехал. Можно вас довезти там бесплатно? Да, вот такие вот случаи тоже были. Ну а что для вас вообще, Воронина? Ведь вы снимались в удивительном ансамбле актерском. Ведь, ну, кого не возьми, это же просто уникальный и актер, и человек, допустим, Клюев, Тронов. Да, 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 Клюев – это наш педагог в Щепкинском училище. Он замечательный человек, он ведет курс, удивительный педагог тоже по мастерству. Значит, удивительная атмосфера в Воронинах. Это он чувствуется. Да, я снималась в других сериалах, но там настолько легко, там так приятно работать. Перед съемками садятся за стол, нету такого, кто-то медийный, кто-то не медийный. Очень вот как семья, все просто спокойно разговаривают. Притом, значит, с Катей, которая играет там главную роль, мы, значит, учились в Щепке. И она говорит, ну не называйте ее Зарина. Так как я училась на осетинском курсе, Зарина и Залина в Осетии – все зайки. Там Зая, Зая, Зарина, Залина – это Зайка. Она у нас в Щепке была Зайка. Вы не могли меня Зайкой называть? Вытяните эту Екатерину Волкову. Да, 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 да. Это Вера. Да, Вера. Катя, она говорит, да, она не Зайка. Она тоже похожа на осетинку, кстати. Ну, она, на самом деле, у нее свой волосы светленький. Просто так как перед этим сериалом она много снималась в разных рекламах, где она была светленькая. И после того, как попала в этот сериал, наверное, нужно было перекраситься. Вот сейчас мне говорят перекраситься. Я не знаю, на кого я буду похожа, если я высветлюсь на три тона. То есть, ну, не знаю. Нет, 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 Зайка, вы должны, вы, Карина, вы должны еще появиться в этом сериале. Ну, если... Обязательно.